Так, тут еще проблема в том, что мне надо поставить это все на запись, потому что по новым правилам, соответственно, все, что мы с вами сегодня произнесем, оно должно где-то остаться в памяти для того, чтобы те, которые не смогли подключиться, они потом это могли посмотреть заново. Вот, а сейчас у меня такой вопрос. Здесь есть студенты с теорией истории искусства? Кто-то? Да, есть. Мы сейчас как раз к тебе вроде подключились. А, замечательно. Потому что у меня для них такое отдельное сообщение. Во-первых, я их рада приветствовать. Это очень здорово, когда история графического дизайна, оказывается, нужна не только тем, кто, собственно, в профессии, но и тем, кто о нас с вами пишет. Потому что реально таких вот людей, искусствоведов, пишущих о графическом дизайне, их же очень и очень мало. Они просто на пересчет и на вес золота. Искусствоведов гораздо больше, потому что, наверное, как бы практика их обучения, она более ясная, более длительная, понятная. Вы, наверное, наверняка это имя слышали, вернее, даже два имени. Стивен Хеллер, Рик Пойнар. С одной стороны, Стивен Хеллер – это графический дизайнер, как меня Сергей Серов поправил. А с другой стороны, это человек, который уже более известен как исследователь визуальной культуры, связанный с графическим дизайном. И вот вопрос, откуда они берутся и, так сказать, каким образом они вырастают. То есть вот либо из профессии журналиста, если я ничего не путаю, это как раз Рик Пойнар, либо, так сказать, вот изнутри нашей с вами практической стороны профессии. То есть, собственно, из профессии дизайнера графика. Но, так сказать, вот эта, как бы, вот эта область, она очень-очень важна, потому что, так сказать, нам с вами очень полезно смотреть со стороны на то, чем мы занимаемся. Как бы критический взгляд, критическая оценка. И вот эти слова, они, как бы, помогают вообще сформировать представление о современности, сформировать представление о том, как эта современность возникает, какие, так сказать, исторические корни у нее в том числе присутствуют. Поэтому, так сказать, я надеюсь, что вот с этого года, так сказать, у нас будет шанс, так сказать, я имею в виду и вас, учащихся на КД, взрастить, так сказать, вот таких адекватных критиков, так сказать, людей, которые будут писать о нашей с вами профессии, которые будут писать, которые будут писать, в том числе о том, чем вы будете сами заниматься в будущем, дорогие графические дизайнеры. Тема нашей сегодняшней лекции – это упаковка, история упаковки. История упаковки – это такая история, на самом деле, очень долгая, почти сравнимая с историей искусства. Ну, почему? Потому что, собственно, первые материалы для упаковки – это глина, это текстиль, это стекло, ну, то есть это те материалы, о которых мы знаем по античности, по истории древнего Египта, то есть все нам как бы близко именно из истории искусства. Другое дело, что история графического дизайна, так сказать, вот эти вещи, она изучает не с точки зрения декоративно-прикладного искусства, она изучает с точки зрения, как бы совершенно конкретной, с точки зрения формирования жанра, жанра графического дизайна. Поэтому, получается, что вот в этой истории материалов, использовавшихся для хранения товара, есть такая своя тоже хронология. И большая ее часть, она связана с тем, что это были материалы, которые можно было использовать несколько раз повторно, практически столько, сколько он мог послужить. Текстильный мешок тот же, например, или глиняный сосуд, или стеклянный сосуд. Но здесь, так сказать, есть один такой интересный момент, что, в общем-то, все эти тары, действительно тары, многоразовые тары, они все примерно одинаковые. Как узнать, что там лежит внутри? Вот для этого в Шумерском царстве изобрели письменность, изобрели вот те самые глиняные таблички с клинописным письмом. То есть это совершенно такая вот простая утилитарная история, что, во-первых, письменность появилась для идентификации определенного содержимого, для идентификации продукта. И получается, так сказать, упаковка, как средство идентификации товара, она тоже, так сказать, появилась именно в этот момент. Что происходит дальше? Потому что нас с вами, конечно, как графических дизайнеров интересует прежде всего бумага. Потому что сегодня, собственно, что такое упаковка? Упаковка – это прежде всего картон, так сказать, самый наш привычный, так скажем, материал. Так вот, бумага появляется в тот момент, когда появляется книга печатания. Потому что первая бумажная упаковка – это листы из непроданных книг, в которые заворачивали отпускавшиеся в боколейные, допустим, лавки или в продуктовые лавки или на том же рынке товары. Далее, мы берем с вами уже, наверное, XIX век, появляются станки для изготовления бумажных пакетов. Ну, собственно, родственник бумажного пакета – это так называемый кулек. Это лист бумаги, который сворачивается определенным образом, получается такой конус. Далее, что происходит уже вторая половина XIX века? Роберт Гейр изобретает специальный нож или штамп даже для изготовления бумажных, картонных, вернее, коробок. В чем была особенность этих картонных коробок и этого нового штампа? В том, что у него были острые ножи для того, чтобы вырубать, вырезать вот эту выкройку, и ножи тупые для того, чтобы делать беговку, для того, чтобы отмечать, проминать места, по которым эта коробка должна была бы складываться. Но возникает вопрос, а неужели, так сказать, до этого картон никак не использовался, не было никаких картонных упаковок? Конечно же, были так называемые картонки для хранения шляп в том числе. Но это были, во-первых, упаковки объемные и склеенные как бы один… вернее, склеенные с самого начала. То есть они поставлялись в магазин уже в таком виде. То есть это достаточно как бы объемная вещь, которая занимает много пространства в том же магазине. Это раз. Второе, каким образом они делались, потому что все равно, как сказать, такую упаковку ее же нужно было каким-то образом согнуть. Была деревянная болванка, вокруг которой можно было согнуть как овальную или круглую форму. Если болванка была, соответственно, четырехугольной, то вокруг нее таким же образом можно было согнуть и картонную коробку с углами. Ну вот теперь вы понимаете, в чем новшество было Роберта Гейра. Он придумал действительно способ вот этот процесс складывания коробки механизировать. А второй момент – эти коробки, они стали поставляться в сложенном виде, и их можно было хранить гораздо большее количество в магазине. То есть это абсолютно уже наша с вами ситуация XX века. Наверняка у вас у всех дома есть и жестянки, жестяные коробки. Это тоже такая интересная часть истории упаковки. И появились они в XVI веке, но в XIX научились использовать литографию для печати на жести. И эти жестянки просто невероятно преобразились. Они стали цветными, яркими и действительно очень сильными в рекламном плане. Действительно стали носителем рекламы имени производителя, стали рассказывать о своем содержимом. И здесь еще один такой момент возникает. Если картонная упаковка, она двоякая в плане того, что можно сохранить, а можно и не сохранить. Если картинка красивая, можно вырезать, имею в виду на ней напечатано. Но это уже потом, это начало XX века. А так, в принципе, это такая макулатура, действительно. Но вот жестянки были просто излюблены такой тарой для хранения и использовались много-много раз. То есть никому не приходило в голову от них избавляться. Это часть, можете считать, кухонного быта становилась. Или быта хозяйки, которая по вот этим жестяным красивым коробочкам могла хранить и какие-то швейные принадлежности, что-то связанное с рукоделием, ремеслом. И переходя уже в наш XXI век, мы с вами что можем сказать? Что, собственно, жанры графического дизайна не остаются без изменений. Ну, просто потому, что они живут в культуре, потому что они связаны с человеческими потребностями. И, как это мы с вами видели и на примере азбуки, это мы с вами видели на примере календаря. И точно так же это видно и на примере упаковки. Вот здесь у нас кратко перечислены сейчас на экране такие основные, самые главные пункты, связанные с историей упаковки, с ее бытованием в нашей среде, с какими-то проектными ее качествами. И, собственно, первый пункт – это защита, идентификация, реклама, товар. Три самых главных функции упаковки. И, как бы, спроецировав эти три слова – защита, идентификация, реклама – на то, что я только что рассказала из истории, я думаю, что вы поняли, как вы почувствовали, что вначале это действительно была защита, защита, затем добавляется идентификация, ну а XIX век, конечно же, добавляет и рекламу. И вот все, что связано с рекламой, это, на самом деле, такая целая проектная история, у которой тоже есть свои культурные корни. Какие? Об этом мы с вами сейчас подробнее тоже поговорим. Но первые, так сказать, вот эти вот точки, которые, так сказать, нашли свое отражение в упаковке – это вывеска, это рекламный плакат, это все, так сказать, то, чем бурлил рубеж веков XIX-XX века. Значит, третий момент тоже, как бы, не менее важный. В графическом дизайне упаковка – это практически единственный жанр, где мы работаем с объемом и с его графическим решением, ну, кроме, наверное, буклета. И это действительно такой важный и интересный момент, потому что вы проектируете не просто отдельные, там, четыре или шесть сторон упаковки, или если у вас сложная такая многогранная конструкция, то этих граней будет больше. Вы проектируете некий переход одного типа информации в другой. И, кстати, вот по поводу упаковки всегда принято говорить, что там есть три типа информации. Самое главное, собственно, что там лежит. Вторая – это может быть информация о качестве продукта, так сказать, о каких-то его особенностях. А третья – это вот все, что обычно на упаковке пишется мельчайшим кеглем, иногда пятым, иногда шестым. Это могут быть какие-то истории, связанные с самим продуктом, если речь идет о каких-то новшествах или, так сказать, о продуктах специализированных. И, конечно же, наверняка вам про это на проекте уже неоднократно говорили. Собственно, упаковку каким-то образом можно разделить на отдельные группы. И вот эти группы, на самом деле, они могут быть, наверное, очень разными, потому что можно условно разделить на пищевую и непищевую. Можно делить более, как бы на более такие мелкие группы. Взять лекарственные препараты, взять кондитерские изделия, взять, допустим, молочные продукты, взять еще какие-то отдельные вот такие вот группы. И, в общем-то, этих групп можно, наверное, набрать довольно много. Но здесь даже суть не в этом, а суть в том, что внутри, так сказать, вот этих сообществ, внутри них, уже сложились сами собой какие-то канонические такие истории, как это должно выглядеть. С одной стороны, так сказать, эти канонические истории не меняются. А с другой стороны, мы живем в эпоху постмодерна, когда, так сказать, многое оспаривается, и многие вещи, так сказать, как-то перекраиваются заново, переосмысливаются. Но вот про эти каноны все равно я не могла вам не сказать. И вот эта тема, она очень явственно видна, допустим, на примере молока. Вот, сказать, какое-то время назад считалось, что упаковка для молока, она обязательно должна быть белая. Что это вот действительно такой, как бы, канонический, совершенно четкий момент. Но, как-то, в общем-то, с течением времени, и даже если брать вот эти последние 20 лет, я думаю, что можно найти абсолютно разные варианты, в том числе и по цвету. Также о канонах тоже не могу не упомянуть, связанных как раз-таки с чаем и кофе. Это традиция, которая идет еще от начала 20 века, связана с вывеской, когда именно, так сказать, наличие определенных фигур, определенных героев на вывеске или на плакате, оно должно было символизировать о том, что это товар колониальный. Что это должно было быть? Это должно было быть изображение корабля, например, товар привезенный откуда-то. Должно было быть изображение турчонка, турецкого мальчика, который продает папиросы, или китайского крестьянина, который собирает где-то чай. То есть такая вот почти этнографическая характеристика должна была присутствовать. И на самом деле в классической вот этой как бы стратегии проектирование упаковки, это все осталось, так сказать, этим визуальным средством очень часто пользуются фирмы, просят, так сказать, дизайнеров сделать именно вот в такой классической манере, для того, чтобы показать, наверное, какую-то глубокую историю, корни своего предприятия. То есть это действительно такой вот инструмент. Но с одной стороны, это инструмент, который может действительно реально показать, так сказать, вот эту историческую базу фирмы, если она действительно берет свое начало от 17-18 века, может быть, и раньше. А с другой стороны, так сказать, дает возможность создать миф, посредством такого дизайна, миф о том, сколько лет эта компания существует на рынке. Она может только вчера появиться, но вот у нее будет настолько, так сказать, канонический такой вот с явными нотками историзма дизайн, что все поверят, что действительно это фирма с очень богатой историей. То есть, так сказать, здесь вот в плане упаковки обязательно нужно, так сказать, чувствовать и знать, что это такой жанр графического дизайна, очень интересно связанный с рекламой. И, так сказать, поэтому здесь вот эта доля манипуляции человеческим сознанием, она довольно-таки большая. И, значит, еще что, вот как раз в эту тему нужно сказать, то, что проектируя упаковку, вы проектируете ситуацию потребления товара. Не важно, что это может быть, но как бы разрабатывая дизайн, разрабатывая конструкцию, вы как бы, вы программируете ситуацию, в которой человек будет вот этим содержимым пользоваться. Вот. И, значит, про последний, сейчас четвертый пункт поговорим. Мы будем уже смотреть картинки. Как я... Идут, пожалуйста, а там люди просят, чтобы их запустили. У меня тут висит это окошко, но почему-то там у кого нет. Странно. Это Аня была, да? А, да, это я была. Ну, говорила я. И Аня тоже должна... Аня Коробко. А, да, она тоже должна была зайти, да. Вот про нее говорила. Все. Так. Значит, и... Последний, четвертый пункт, связанный с тем, что жанр меняется. Вот что с ним происходит сейчас? Вернее, с ней, с упаковкой. Где-то, наверное, 20 или 15 лет назад я бы сказала, что основная, как бы, проблема, связанная с дизайном упаковки, это проблема, как бы, экологическая. Проблема, связанная с тем, что делать, вот, так сказать, с коробками, что делать старый, который свою функцию уже выполнил. То есть она выполнила свою функцию защиты, идентификации и нам товара. Поскольку меняется время, меняются, как бы, потребности, то сейчас, вот, на удивление, даже эта экологическая сторона, она стала другой. То есть то, о чем сейчас говорят всерьез, это о том, как продлить жизнь упаковки и как сделать так, чтобы упаковка стала, в некотором роде, даже таким бонусом дополнительным к своему содержанию. И об этом мы с вами поговорим в конце. И вот мне кажется, что, так сказать, вот такой ход, ход, он действительно наиболее интересный, наиболее стоящий. И он действительно оправдывает ее существование. То есть вот как у меня здесь написано, сегодня нужно уже не упаковать, сохранить, прорекламировать, а доказать, что она нужна. Ну, вот мне кажется, что это какая-то, на самом деле, очень крутая задача, которая перед вами стоит. Если брать конкретно по крайней мере лет пять, то, как мне кажется, упаковка переходит как бы в поле айдентики. То есть она становится частью фирмы новостей. Она, так сказать, становится способом завоевать территорию, партировать территорию. И об этом говорит довольно много различных проектов. Извините, а вы можете заблокировать айфон Юля? Потому что звук там работает, и, видимо, человек не слышит. Может, у него звук, как организатор? Так, ну я сейчас... Она уже выключила вроде микрофон. А, ну, значит, вот отслеживай просто этот микрофон, ты просто не слышишь, что там происходит. Хорошо. И, как я обещала, наконец-то начинаем смотреть картинки. Вот, так сказать, один из таких проектов, который действительно доказывает то, что упаковка это именно сегодня часть айдентики, часть вот этого способа обозначить территорию, это проект для сети кофеин Буше, питерская сеть. Но вот здесь нужно обязательно брать во внимание то, что этот проект, он абсолютно четко ложится именно в питерскую историю. там их порядка десятка десятка или двух. Но та же история, они ее сейчас собираются развивать в Москве, мне кажется, она на московскую как бы фактуру не ляжет вовсе. У этой сети кофеин есть лозунг, вернее, слоган, есть настоящий. Он такой двоякий, потому что с одной стороны это есть в смысле питаться, есть что-то настоящее, а с другой стороны это утверждение о том, что, так сказать, есть какие-то вечные ценности. И, как вы уже могли догадаться, собственно, этими вечными ценностями в питерской среде собственно является город, город, его люди, его улицы или его фактуры. Значит, проект этот выполнен агентством Супрематика некто Владимир Лифанов, дизайнер. Я вам потом ссылку на его интервью дам. Там очень длинный, такой долгий у него рассказ о том, что действительно это все сложилось не за один раз, а, так сказать, вот эта идея трафарета и граффити, совершенно простая, на первый взгляд, такая вот лежащая на поверхности, она пришла в самом конце и прошло несколько лет даже, прежде чем вся эта айдентика действительно вот так вот четко реализовалась, раскрылась, выстрелила, даже я бы сказала. и здесь, конечно, помог владелец этой сети кофеин, потому что, как, основной вот этот проектный посыл, он шел именно от него, вот эта идея как бы продемонстрировать город и его вот такие вот ценности, очень уязвимые, лирические, поэтические через дизайн, она исходила именно от него. Вот как Владимир Лефанов рассказывает, нужно было это действительно услышать. И когда вот эта идея была уже сформулирована, когда она была увидена во всех своих возможных вариантах оказалось, что вот это поле для деятельности, оно абсолютно неисчерпаемое. И для любого предмета, который продается в этой сети, можно найти какой-то уголок питерский фактуру городскую, с помощью которой его продемонстрировать, прорекламировать и так далее. И одни из первых вариантов, как можно реализовать вот эту идею настоящего, так сказать, идею вот этих вечных ценностей, это был вариант с такими прозрачными пакетами, со швейцарской типографикой. То есть как бы они шли от каких-то пытались вернее идти от каких-то абсолютно безликих таких вот с одной стороны вещей, в которых как бы вещь, этот хлеб, это кофе, все, что мы там с вами найдем в этой кондитерской, оно как бы приобретало бы свою ценность и, так сказать, не было бы ничем, никакими дополнительными средствами приукрашено. То есть вещь вот как она есть. Но оказалось, что это далеко не такой самый красивый способ. То есть можно действительно пойти практически от литературной метафоры, то есть найти связь между местом и производством, между городом и людьми, которые бывают в этой кофейне, вот этим бытом, который внутри нее завязывается существо. И оказалось, что действительно мест таких невероятных множество, главное, вернее, и фактур тоже, главное, просто нужно научиться их как бы видеть и чувствовать. и как вы видели, уже была мной показана эта идея с трафаретом, а здесь мы с вами видим просто фрагменты каких-то облупившихся стен, вот этих кракелюров, которые по своему силуэту напоминают человеческую фигуру, напоминают какой-то вполне узнаваемый рисунок. И более того, оказалось, что для каждого типа продукта, ну, это вы, наверное, уже заметили, можно найти какой-то свой городской фрагмент. Вот, так, сейчас я еще раз расшарю экран, потому что не могу с вами не поделиться еще одним продолжением этой же истории про сеть кофейн Буши. Мне кажется, это такой как бы конец, который всю эту айдентику просто, ну, как бы наглядно обобщает, показывает, откуда она берется, для кого собственно вся эта упаковка и вся эта графическая среда кофейни делается. Были сняты несколько таких документальных, игровых, то есть это очень сложный на самом деле формат фильмов короткометражных, где мы можем видеть довольно знаменитые имена актеров, там и Олег Гаркуша, и Хабенский появляются. Истории вымышленные с одной стороны, с другой стороны, они какие-то совершенно питерские, совершенно настоящие. И главное, что внутри этих кадров даже по колориту мы с вами видим, что ситуация и происходящее просто совпадает с тем, принципами, вернее, которые мы видим в идентике Буши. И в общем-то мне кажется, что это вообще может быть какой-то новый, может быть, вернее, какое-то новое слово в создании фирменного стиля, в разговоре о том, какие компоненты у фирменного стиля вообще могут быть. И, наверное, особенно в наше время, когда мы вообще все сейчас настолько привязаны к разным цифровым средствам, к экрану, к даже кинематографическим каким-то экспериментам. То есть вот такой вариант вполне может быть такой жанр, может быть классным дополнением к айдентике, к фирменному стилю. То есть с одной стороны здесь, наверное, можно сказать, что мало киноистории имеет отношение к упаковке, но где-то там в своей глубине это просто готовая для вас выкладка, из чего собственно родился вот этот конкретный фирменный стиль. Я с одной стороны может быть путана как-то здесь объясняю, но такие мои личные впечатления, что вот эта киноистория, она для меня как-то окончательно расставила все точки над и, во-первых, показала откуда взялась вот эта фактура, которую мы сейчас с вами видим на экране, а во-вторых, наглядно продемонстрировала, что эта фактура, она совершенно органично в городское окружение вписана. Вот, если честно, из каких-то последних проектов в области айдентики, в области упаковки, мне кажется, это наиболее сильная история и наиболее как бы развернутая именно в будущее, в плане каких-то возможных таких вот дополнительных еще как бы форм и жанр, жанров, которые тоже могут быть вовлечены в фирменный стиль. Ну, плакаты, если честно, слабее в этой истории, потому что хоть уж больно наглядно показано вот это сравнение, ну, это мое личное мнение. вот. Ну, как я вам, собственно, и обещала, это скорее у нас сегодня разговор такой о каких-то таких интересных точках вообще в дизайне упаковки, и мы скорее с вами, наверное, будем о проблемах говорить хорошо, если возможно будет говорить и о решении. вот тоже, наверное, уже около 20 лет этому кадру стенд компании «Линия график» и реклама «Складывайте деньги в упаковку». Что мы здесь с вами видим? Кирпич. Ну, в общем, действительно, как бы по-простому, что такое упаковка. Это кирпич, это коробка. Но здесь нужно понимать, что действительно с одной стороны упаковка это предельно какая-то простая, дешевая конструкция, предельно минимальное количество вмешательства со стороны графического дизайнера, а с другой стороны никто не отменял и вот такие вещи. И в чем же собственно здесь секрет? А секрет прежде всего в том, что, как я вам уже и говорила, мы, создавая упаковку, задаем ситуацию потребления товара. И это как бы в наших правилах, как бы в области нашего профессионального творчества задать вот эту ситуацию. И либо мы действительно делаем кирпич, если история такова, что упаковка нужна только для того, чтобы сохранить и донести, затем она действительно должна быть экологичной и перерабатываемой. А с другой стороны мы можем спрогнозировать другую ситуацию, в которой вот все эти вещи, которые мы сейчас с вами с 21 века можем назвать кичевыми где-то, действительно такой поп-арт во всей своей красе, они совершенно определенно могут быть востребованы. И вот в этом ряду такая наиболее интересная, на мой взгляд, это правая упаковка под названием «Боевая карамель». Вещь, которая была актуальна буквально, наверное, год или полгода в Петрограде, даже год неизвестен, но, скорее всего, там, 16-17 год. Картон, бумага. Те же самые конфеты, которые могли оказаться и в коробке с надписью Николая Васильевича Гоголь на самом-то деле. Но, так сказать, вот эта вот ситуация и социальное, и политическое, так сказать, время, и культура определенная, которая, вот она, да, она просто буквально на глазах формируется, такая вот жесткая отчасти, они спровоцировали появление вот такой тары. И я больше чем уверена, что она действительно была популярна в свое именно время. То есть, как бы, чувствуете, насколько здесь в этом жанре графического дизайна много таких нюансов, слоев, каких-то точек, так сказать, психологических в том числе, которые все оказываются в области нашей с вами профессиональной ответственности. из такого рода арт-объектов, например, вот эта вещь, которая тоже актуальна в определенный промежуток времени, а именно Новый год, или вот эта упаковка. Я прошу прощения, извините, там у человека были проблемы, он тоже хочет очень посмотреть лекцию, пустите, пожалуйста. Так, сейчас. Надо опять это делать, сейчас я выйду тогда. Так, все вроде и на этом примере очень хорошо видно, что иногда упаковка как бы начинает обладать даже большим, наверное, весом, чем сама вещь, хотя я ничего не хочу сказать о самих часах, как бы об их качестве, но вот этот горшок, имитирующий глину и вот этот трогательный кусочек зеленой травки, на которой они помещены, вот эта вот обертка, она как бы придает объекту совершенно какой-то иной статус, то есть она получается метафору, которая там заявлена, она нам просто вот уже на все сто процентов раскрывает no time for flowers, нет времени для цветов, ну тогда дарите часы, то есть это в духе вообще английских коллаборов такая совершенно головокружительная история, история, которую так просто в двух словах не объяснишь, no time for flowers, и вот поэтому у нас здесь с вами часы с цветком на циферблате. и на самом деле в упаковке это всегда такая борьба между содержимым и между тарой, что из них главнее, что из них важнее, и вот эти два полюса, которые я вам сейчас показала, это как бы две такие совершенно различных ситуации, в одном случае действительно содержимые важнее, и поэтому как бы эта тара, она действительно минимальна, а с другой стороны, так сказать, как в случае с подарочной упаковкой, как в случае с упаковкой, которая перерастает уже в ранг арт-объекта, как бы ситуация становится кардинально другой, так сказать, упаковка как бы тоже является частью имиджа продукта. И здесь что нужно сказать, не обязательно, так сказать, если вы хотите какого-то эффектного образа и подарочную упаковку, не обязательно использовать какие-то невероятные материалы, невероятные конструкции. Вот этот пример, случайно найденный мной на просторах интернета, он окончательно мне как-то кажется, расставляет все точки над «и». Главное это креатив по сути. Понятно, что такая упаковка для багета, она опять же актуальна в свое конкретное время, Новый год и Рождество. Но насколько простыми средствами эта ситуация достигнута. И как бы по силе этого высказывания мне кажется, это не слабее, чем вот эта упаковка для часов «No time for flowers». Еще один испанский проект. Кстати, сказать, вот здесь на баночке написано не название меда, а название по-моему дизайнерского коллектива, который занимается в том числе и айдентикой упаковкой. Тоже ссылку вам на них дам. И эта история про то, как совершенно простая этикетка легким движением руки превращается в арт-объект. Другое дело, здесь перед нами ситуация, когда вот такое перевоплощение становится важным не для человека, который этим предметом пользуется где-то дома. Это скорее такая история рекламная для прилавка магазин, где, так сказать, вот эти крылышки, отгибающиеся от этикетки, они действительно дают такой дополнительный эффект, как бы служат действительно частью рекламного образа. Если по-простому на какие вообще две группы можно разделить упаковку, то первая группа это будет упаковка транспортная, а вторая группа будет упаковка потребительская, которая бывает индивидуальная и групповая. Вот индивидуальная это то, во что шоколадка завернута, вот этот фантик, а групповая это, соответственно, коробка, в которой лежат все эти шоколадки. И здесь что получается, что вот эта коробка картонная, она как раз-таки нужна на прилавке магазина. И вот здесь возникает еще такая тоже дополнительная как бы история и как бы тема, связанная с дизайном упаковки. Упаковка, которую мы приносим домой, это зачастую что-то одно, а упаковка, как она выглядит на прилавке магазина, это что-то другое. Там у нас может стоять в ряд несколько одинаковых баночек, и вот как они между собой контактируют, что с ними происходит, выстраиваются ли они в какой-то орнамент, или они какую-то интересную структуру друг с другом формируют, или же для них предусмотрена какая-то групповая тара, которая служит вот таким есть правильное название POS материалу, то есть неким тоже таким рекламным триггером значит по поводу собственно графики на упаковке, какие у нее корни, а корни действительно есть, и о них нужно знать, потому что тогда вы с большей осознанностью будете понимать, почему в одном случае упаковка это некий крафт и небольшая этикетка, а в другом случае это целый расписной ларец, потому что даже в истории тары оно уже так и было, и то, что мы здесь с вами видим на экране, это титульный лист из книги «Галилео Галилея диалоги о системах мира», один из первых иллюстрированных титулов, и что мы здесь с вами видим, вот если абстрагироваться от книги, мы видим название и автора, а дальше мы с вами видим трех действующих лиц, которые собственно являются героями этой книги, и художник их всех нам здесь выносит на всеобщее обозрение, и дальше внизу более мелким кеглем название издательства и так далее, то есть вот вам уже три типа информации, о которых я говорила в начале, название, затем герои и издательство, это раз, а второе то, что в книжном титуле даже если брать историю типографики, уже четко сложилась традиция, как, вернее, каким размером, какого размера должны быть те или иные строки, что они должны быть, допустим, расположены строго по центральной линии, то есть центральной ось симметрии должна присутствовать, какой тип шрифта, где, можно использовать антикулу и гротеск, или, как, в 19 веке разнообразные шрифты с орнаментальными такими вкраплениями или излюбленные для нас, допустим, рубленную антикву, по-моему, итальянская антиква она называется, когда там засечки меняются местами с толщиной штриха. И, так сказать, вот эта вот культура книжная, она не только в книге как бы формировалась и оттачивалась, она начинала потихоньку переходить и на какие-то еще такие вот только-только зарождающиеся жанры графического дизайна, в частности, на упаковку. Вот здесь, на этом конвертике с перьями, мне кажется, это очень хорошо видно, потому что там даже герб присутствует. И несколько лет назад, попав в Копенгаген, я поразилась насколько любят, любят, вернее, местная публика вот такую упаковку с этикетками. Смотрите, здесь же вот эта этикетка серии Тивали, товары для дома, она абсолютно по канону книжного титула сделана. Можно по-разному интерпретировать эти строки, придумывать, что одно это у нас название книги, другое это имя издательства и так далее, но даже картинка есть, как вот на том титуле в книге Галилео Галилея. И это действительно очень простой такой способ, допустим, создав некую универсальную тару, некий универсальный паттерн для упаковки, затем меняя этикетку, она вообще может быть самоклейкой, создавать упаковку для совершенно разной продукции. Уже не суть важна, та ли именно лампа там лежит, это вообще может быть идея светильников, каких-то новогодних гирлянд, освещение дома, не настолько это важно, все, что напечатано на самой коробке, действительно начинает восприниматься как паттерн, а вот эта этикетка, она становится самым главным носителем информации. И там же среди подобных экземпляров были мной найдены наиболее лаконичные, брутальные вещи, где используется крафт, и по крафту идет печать, какой-то абсолютно простой такой геометрический орнамент, и вот та самая этикетка на самоклейке, в которой даже есть вот эта четкая модульная сетка, вернее, которая визуализирована посредством этих линеек, где мы видим предмет и текст, который к этому предмету имеет непосредственное отношение. То есть получается, что на самом деле упаковка это абсолютная такая бездна возможностей, и эти возможности они зависят от ситуации, которая предложена заказчикам, от ситуации, в которой вы хотите потребителя ввергнуть по-хорошему, какие задачи вы перед ним ставите, насколько вам нужно яростно и откровенно прорекламировать сам продукт, а может быть, этот продукт уже и так известен на рынке, или же первоочередной задачей стоит просто сохранение этого товара, как с теми же колбами для ламп, а не его рекламы статус, имидж товара, не ситуация, в которой окажется потребитель. То есть все зависит от какой-то первоочередной задачи, которая должна быть выбрана, и вот на основе ее собственно и строится весь этот визуальный ряд. А вот вам другая сторона, расписная шкатулка. С одной стороны, какое отношение она имеет к упаковке. Ну, самое прямое, потому что если мы с вами возьмем ту самую жестянку, жестяную коробку, то мы увидим, что ее графика просто в точности совпадает с традициями резьбы по шкатулке, росписи шкатулки, соотношение типов орнамента, расположение каких-то главных точек на этом орнаменте, то, как орнамент покрывает крышку или боковые стороны. То есть вся вот эта культура, которую мы с вами знаем, наверное, и по средневековым ларцам, и вообще по декоративно-прикладному искусству, она никуда не девается в этом случае, она становится таким подспорьем некой темой для эксперимента, кладезем идей в том числе, потому что всегда ищется прототип, вот есть новая вещь, новый жанр графического дизайна, какой у него может быть прототип, жестяная коробка, конечно же это шкатулка. Понятно, что реклама добавляет свои качества, обязательно появляются и тексты, названия фирмы, бренд и так далее, но это как бы уже следующая тема. Но изначально вот это расположение именно орнаментальных каких-то полос таких узловых каких-то главных картинок изображений, она очень точно совпадает с предметами декоративно-прикладного искусства. Но конечно же, мне кажется, я уже про это говорила, вот эта рекламная история связанная с упаковкой у нее есть и такие свои как бы точки отсчета. И это афиша, это плакат, это журнальная обложка, это вывеска. То есть получается, что упаковка это такой гибридный жанр на самом деле, который, как вы уже смогли увидеть, как бы сочетает в себе и искусство книги, книжный титул. И от декоративно-прикладного искусства здесь есть. А, так сказать, если мы берем рубеж веков, 19-20 век, то совершенно точно есть вещи, имеющие отношение именно к рекламной афише, к плакату. А если мы берем наши традиции отечественные, то там живописная вывеска сыграла свою главенствующую роль. И вот, кстати, она здесь есть у нас на экране. Потому что с живописной вывеской связана традиция наглядного представления материала. А упаковка, так сказать, она вот на этой теме просто как-то крепко, плотно завязана. Конечно же, есть варианты, где используется одна типографика, где используются какие-то графические, такие абстрактные символы, паттерны. Но все равно, так сказать, вот эта вся абстракция, она становится своего рода аллегорией, аллегорией содержимого. Так, меня по-прежнему слышно? Да, конечно. Хорошо, потому что мне тут какие-то периодически выдают сообщения. Так, возвращаемся к вывеске. И в традициях этой русской живописной вывески была именно идея такого вкусного представления предмета, того, что могло продаваться в этой съестной лавке. И эта же традиция, она потом перешла и в плакат в том числе. И еще один такой момент, тоже о нем нужно помнить, потому что если брать историю упаковки, то отдельные эпохи, отдельные годы, они абсолютно точно по своему графическому стилю, конечно же, вписываются в традиции времени. Так и должно быть. то, что вы сейчас видите на экране, это упаковка, которую когда-то сделал Альфонс Мохов, человек, которого мы знаем по его знаменитым афишам к спектаклям Сары Бернар. И во-первых, у каждого, у каждой вернее эпохи есть свои традиции рекламы. Каким должен быть рекламный герой? Через что можно демонстрировать эти качества товара? На живописные вывески с хлебами мы с вами видели такой натюрморт Машков. Именно поэтому будут свои картины в таком же духе писать. Это прямая отсылка к русской вывеске. Это один способ. Допустим, французская афиша, если вы вспомните, там все качество товара демонстрируется через женский образ, через его поэтичность и изысканность загадочность в том числе. Там всегда прекрасная рыжеволосая дама. Вот степень ее красоты равнозначна степени красоты и совершенства товара, который она представляет. Неважно, что это, это пишущая машинка, это бисквиты или это питание, детское питание. И вот эта как бы идея такого очень яркого, такого броского представления товара, на самом деле она имеет под собой, если брать нашу культуру, еще один такой корень, момент, связанный с ярмаркой, с ярмарочными зазывалами и с вот этой традицией такой устной рекламы товара, расхваливания товара. Здесь, конечно, мы с вами вот прямо эту ситуацию не наблюдаем. Перед нами всего-навсего плакат, на котором выставлены, как в витрине, все сорта печенья Сио энд Ко. Но насколько вкусно, насколько вот так вот ясно, очень скрупулезно все эти коробки отрисованы. И, так сказать, интересно, что у Сио энд Ко есть еще другой параллельный такой плакат, надо было его тоже вставить, но даже на пальцах, если я вам его опишу, мне кажется, вы представить себе сможете. Там те же самые виды печенья разложены как на таком большом подносе, то есть вынутые уже из коробок. Мы с вами видим одни треугольные, другие квадратные, прямоугольные, круглые и так далее. А здесь, так сказать, вот интересно, что синонимом качества товара уже становится упаковка. То есть уже не столько сам товар, который можно насыпать куда угодно, завернуть во что угодно, сколько вот это его яркая рекламная оболочка. И она уже становится действительно символом продукта, символом каждого конкретного вида этого печенья. Если брать эту традицию наглядного представления товара и вариантов, как можно показать товар лицом, то здесь всего у нас с вами получается четыре типа. Первый это фотография. Раньше, в начале 20 века использовали бы живопись, такой вот скрупулезный, очень точный, действительно фотографический рисунок. это можно условно назвать ботанической иллюстрацией, то есть техника графическая, которая не стремится соперничать с фотографией, она действительно лежит в ранге иллюстративных, книжных даже техник. И вот эти два типа изображения, они по идее должны аудиторию на что-то настраивать, они должны к чему-то отсылать. И художник или производитель, который заказывает именно в этом конкретном стиле, действительно таким образом определяет некую нишу или какую-то часть рынка таким образом. То есть тип графики, тип как бы изображения упаковки это тоже часть имиджа. Или значит третий такой отчасти самый распространенный или иногда даже самый дешевый вариант, когда используется прозрачная вставка. Это не обязательно должен быть флексопакет, это может быть и картонная коробка с дыркой, где содержимое предъявлено так, как оно есть. Мы его видим, как на прилавке магазина. Но это не значит, что вот такая условно дырка, сквозь которую виден товар, она должна быть таким самым, что ли, простым, низовым, что ли, способом представления товара. Отнюдь нет. Тот проект, который вы сейчас видите на экране, он в свое время получил, по-моему, первую премию. Это конкурс «Каннские львы» в разделе реклама. Наверное, это начало двухтысячных. Белорусская дизайнер-график Ангелина Писчикова. Наконец-то я узнала, как ее зовут. И чем мне импонирует вся эта история, тем, что здесь еще скрывается и литература. Есть расхожие мнения, что мотыльки летят на свет. Собственно, эта история здесь нам и предъявлена. Но в то же время есть и такая история, связанная с метафорами, с конструкцией самой колбы. Поскольку они все разные, то каждой колбе подобрано какое-то свое насекомое. И здесь можно говорить уже не только о такой прямой идее наглядного представления товара, но и об аллегориях. Вот это, наверное, самое интересное. Когда о каких-то вещах говорится завуалированно, с использованием метафоры, с использованием каких-то дополнительных образов, прямо не называя предмет. и наконец-то мне посчастливилось найти фотографии, где эта упаковка снята с разных сторон. И очень здорово, на мой взгляд, что есть вот эта тенденция складывать из упаковок такие вот орнаменты паттерны. это вот то, о чем я вам тоже уже, вернее, то, о чем я вам уже говорила, так сказать, традиция представления товара на полке магазина, она совершенно другая, чем когда вы этот же товар держите у себя в руках, или он у вас где-то дома на столе стоит. Там у него другие совершенно задачи. и там есть определенный набор средств графических и объемно-пространственных, которые позволяют вот так вот использовать упаковку как средство рекламы, как средство создания даже не такого стенда выставочного. Ну, так сказать, вот эта метафора сравнения макарон и волос, она такая с одной стороны расхожая, а с другой стороны вот по этим упаковкам, которые сейчас на экране, очень хорошо видно, что вариантов ее использования может быть довольно много. Проект Лизы Авдошины сделан у нас на кафедре коммуникативного дизайна. Ну, наверное, это где-то 2010-е, скорее всего. И здесь, как вы видите, вот эта пара подобрана совершенно ясно и наглядно образы итальянского возрождения и паста, которая внутри в этом прозрачном контейнере лежит. И уже впрямую переходим к аллегориям. То есть дальше товара лицом, что называется, у нас на этой подборке картинок не будет. И опять же, еще раз обращаю ваше внимание на то, что у каждой эпохи свои нормы, свои идеалы красоты, как мы с вами говорили о женском образе в начале 20 века, это, эталон качества товара. Здесь 20-е меняется ситуация, меняется представление о том, что есть эталон. И вот этим эталоном становится техника. И если Алифонс Муха обращается к каким-то типичным женским образом, то Александр Родченко обращается к другим типичным для него образом. Это трактор, это самолет, это экскаватор, это грузовик и так далее. Карамель нашей индустрии получает совершенно иное воплощение. Вы здесь на экране видите развертку коробки, можете ее в своем воображении свернуть, это будет такой не куб, а параллелепипед, внутри которого лежали конфеты, завернутые каждые в свой фантик и на каждом фантике было изображение техники. То есть товар лицом подается совершенно другими средствами. Его качество анонсируется с помощью вот этого эталона прекрасного и этим эталоном становится такой вот совершенный объект, полезный, правильный, в котором все целесообразно, функционально и так далее. и вот эта последняя самая обширная подборка, связанная с аллегориями, как мне кажется, она вас должна натолкнуть на то, что привычные вот эти способы предъявления содержимого, они далеко не всегда самые выгодные и самые работоспособные. то есть если найти какую-то красивую метафору графическую или визуальную или я имею ввиду какой-то конкретный образ предмет, то вполне возможно, что покупатель получит гораздо больше информации и его это натолкнет на какие-то еще дополнительные размышления, когда вы просто расскажете напрямую о том, что там внутри лежит. Пьер Мендель, вы его все прекрасно знаете, потому что, я думаю, логотип фирмы Витро, не могли не видеть. Человек, который знаменит и своими плакатами, и логотипом фирмы Витро, и такой вот швейцарской графикой во французском исполнении. И то, что вы здесь видите, это упаковка для леденцов от кашля. Здесь на французском языке написано слово «ша» «кошка», «когда в горле скребут кошки». Собственно, эта фраза здесь многократно дублируется все в стиле заданий Эмиля Рудера, который он давал своим студентам Базилия в стиле разворотов его книги «Типографика». Это Армин Хоффман. Мне было важно вам показать какие-то образцы упаковки, сделанные людьми, которых вы знаете по другим жанрам. Армин Хоффман это тоже светило, столб швейцарского графического дизайна. Мы знаем прежде всего его афиши, его наверное верстку журнала. а это довольно такая своеобразная серия это химические компоненты для садоводства. Что-то связанное с избавлением от насекомых, что-то с подкормкой для растений. Но согласитесь, что графически, визуально вся эта история выглядит абсолютно как такой вариант композиции, предложенных Рудером в разделе типографика, работа с шрифтом, с формой, с контрформой Type as Image. Такое ключевое наверное словосочетание для такого рода дизайна упаковки. Это крючки, коробка для крючков. И здесь они на первый взгляд напоминают вопросительные знаки. То есть такое ощущение, что для него даже эта форма была прежде всего упросительным знаком. И честно говоря, мой глаз эту форму так и считывает как элемент типографики прежде всего. И с одной стороны, на примере Армина Хоффмана можно опять говорить о том, насколько упаковка оказывается довольно часто в русле эпохи и насколько она точно вот эти основные стилевые приоритеты вбирает в себя и так сказать их активно стремится использовать. А с другой стороны, это такой вот чистый пример такой графической аллегории, типографики как аллегории для рассказа о каких-то совершенно как бы таких тривиальных зачастую вещах. Вот эта история может быть более поэтической. Сеймур Хваст студия Пушпин и это такая близкая на самом деле для художника вещь чернила. Вот как их можно не то чтобы прорекламировать, а как можно рассказать о том, что там внутри. Вот он использует для этого букву. Но хитрость в том, что на упаковке эта буква дана аутлайном, а на этикетке, когда вы уже открыли эту упаковку, эта буква уже залита полностью, потому что вы упаковку вскрыли, и вы собственно эти чернила уже использовали. И мне кажется, это тоже такая мощная аллегория процесса, аллегория графического дизайна, такая красивая метафора. Это упаковка для мешков, для мусора. Там внутри, в зависимости от размера этой коробки, лежат либо на 90 литров, либо на 70, либо на 45. и демонстрируется это нам посредством вот такой вот горы букв. Точно так же с помощью типографики. Еще об аллегориях, еще одна история не менее красивая и интересная. Луис Филли, американский дизайнер график, занимается и шрифтами, и книжными обложками, и упаковкой, и фирменным стилем для ресторана, для ресторанов. но здесь такой совершенно у нее есть четкий момент творческий, от каких образов она отталкивается. Луис Филли итальянка. Это такое поколение иммигрантов, осевших в Америке. И для нее всегда итальянская культура была чем-то особенным, как некой такой очень какой-то ностальгической, наверное, точкой. И всю свою жизнь, как бы всю свою творческую карьеру, она собственно используя образы найденные в антикварных лавках, просто где-то увиденные в тех же каталогах, журналах, на выставках, перерабатывает и создает свои авторские вещи, свои авторские дизайны. И на ее сайте мне попалась вот такая забавная картинка. Это хороший ребус, потому что здесь в этой жестянке от Перуджина лежат разные вещи. Там и какие-то карточки, и визитки, очень разный материал. Часть из этого материала, она действительно аутентичная 20-30-х годов, эпоха арт-деко. А часть, например, зелененькая карточка Тейтс и хвост от русалки, точно совершенно, это те вещи, которые сделаны ей. Но она не ставит своей целью копировать, она ставит своей целью работать так, как бы она работала, если бы жила в то время. То есть ей действительно удалось как-то почувствовать и типографику, и каллиграфию, и характер орнамента, и характер композиции. Это вот переосмыслить историю и конкретную эпоху и на этой основе создавать свои вещи, свои проекты. и собственно здесь самый главный смысл упоминания о Луисфиле, о том, что отсылка к какой-то конкретной эпохе, она тоже может служить не только средством рекламы, она может служить той самой аллегорией представления товара, может рассказать о характере товара. Помните, я вам вначале сказала о том, что дизайнер создает миф, миф о долгом существовании какой-то компании с помощью как раз таких исторических стилей. То есть это действительно определенная ниша в упаковке, в рекламе, такой вот классический тренд, который актуален всегда и который придает уверенность, считается, что покупатель более доверительно к таким вещам будет относиться. Но самое-то главное, что это действительно определенный имидж определенные ощущения от этих упаковок, которые мы с вами держим в руках. Сейчас я не удержусь, покажу вам ее сайт, потому что даже появились канские львы, нам нужен вот этот. что-то Так, а теперь Луис Фили у нас на экране. Да? Да. Ага. Вот. И здесь обратите внимание на ее логотип, как она его подает. Это тоже часть уже ее имиджа в том числе. и такой вот бесконечный набор различных названий, брендов, логотипов, которые она проектирует, в том числе здесь и этикетка есть. И на их основе создается фирменный стиль определенных компаний, производящих те или иные продукты питания. Вот. А это история, которая вам наверняка известна, потому что в парке Горького вы все были, и я думаю, мороженое это тоже держали в руках. поскольку парк Горького это изначально советское детище, действительно парк культуры и отдыха для трудящихся. Когда была проведена его и реставрация, и ребрендинг, то возник вопрос о том, какой должна быть графика, какой должна быть вот эта визуальная культура, такая повседневная, с которой человек, попадая в это пространство, будет сталкиваться. Ну и хороший такой вариант был предложен на основе небезызвестных упаковок с молоком и с таким четким графическим орнаментом. Здесь даже не так много от конструктивизма, как сначала нам показалось. Это такая действительно ностальгическая какая-то тема, связанная с советской бокалией, с характерными вывесками в продуктовых отделах, витринами. И обратите внимание, что есть наклейка такая вот очень функциональная, простая, типографическая, где четкое вот это разделение на зоны присутствует и вот этот паттерн некая упаковочная бумага разных даже не оттенков, а с разными орнаментами и собственно вот из сложения этих двух как бы тем и появляется айдентика. следующий момент для кого собственно делается упаковка. Здесь получается, что нельзя рассуждать абстрактно, потому что вот это для кого совершенно конкретные люди с конкретным достатком, с конкретными задачами, с конкретной какой-то манерой поведения, общения, социальным статусом, в том числе семейные, одинокие, пожилые. И если правильно вот этот момент учитывать, то здесь тоже может возникнуть такое интересное поле для проектного творчества, потому что вот этот заказчик, человек, некий условный, абстрактный, некий образ, который вы себе сформируете, он вам тоже очень много в образном плане даст. Здесь мне кажется лучше Эрика Шпикермана, который вот так вот разложил шрифты по разным типажам, характерам, не скажешь. Поэтому я здесь всегда обращаюсь к разворотам из его книжки о шрифте. И вначале он нам показывает путешественника, тоже ведь некий тип человека. Потом это может быть наверное домохозяйка, вот такой вариант. Здесь нарочно такие самые наверное простые примеры привожу для того, чтобы вы почувствовали, что действительно этот персонаж условный заказчик, не тот, который дает деньги, не тот, который производит эту продукцию, а человек, который будет этим пользоваться, это же харизма, это же тоже как бы такой самостоятельный персонаж, который как-то неким еще дополнительным слоем может вдруг проявиться, начать фигурировать, или же оказаться вот так вот на обложки. И Эрик Шпикерман вот так вот к одежде подбирает шрифты, у меня соответственно к одежде подбирается упаковка. Вот это была история такая отчасти очень брутально рекламная, но занятная в плане образа. Пародируется обложка глянцевого журнала и собственно на этой обложке могла оказаться любая девушка, которая прислала бы свою фотографию и прошла условный кастинг. И как вы обратили внимание, собственно все расположение этой информации графической, оно совершенно четко соответствует глянцевым журналам. Рабочая лошадка, весь у нас такой персонаж с вами возникнет. И условный эстет, человек, который постоянно ходит в оперу, ходит в третийковку, занимается какими-то невероятными культурными проектами. В общем, такой Дэнди, как Онегин, наверное, у Пушкина. и ему ведь тоже можно подобрать некий имидж, некий стиль, потому что с точки зрения экономики и продажи в чем тут штука? В том, что человек чувствует что-то ему близкое в образе, в стиле, в котором сделана упаковка. ему хочется это купить, ему это интересно, ему это по карману в том числе, но для него это изображение на упаковке, ее качество, материал, на котором он опечатан, оно становится неким манящим точкой. Он чувствует, что это его, это вещь его круга. Поэтому он останавливает на ней свой выбор. То есть, конечно же, хочется, наверное, сказать, что могут быть и универсальные дизайны. Вы это на примере вот этих упаковок из Копенгагенского магазина видели, где есть некая тара и вот те самые этикетки. Но это одна история, один подход. Но это не значит, что он единственный и кроме него не может быть другого. Вот другой подход, он как раз связан с тем, чтобы действительно вот так вот скрупулезно учитывать характер того, кому вы собираетесь это продать. Потому что у него же свои привычки, у него свой какой-то стиль жизни. Он занимается спортом или любит какие-то тихие ужины в кругу семьи. Для него сервировка стола это вообще как бы такой непререкаемый момент. И все должно быть как-то очень красиво всегда подано. А кому-то все равно о таких вещах он и не задумывается. И предпоследний момент, связанный с дизайном упаковки, на котором тоже следует упомянуть эта серия. Если мы с вами вначале заговорили о том, что вообще сейчас упаковка воспринимается в рамках айдентики, то есть это уже такой вопрос, который не имеет никаких, вернее, не приемлет никаких возражений. Значит, товар никогда не продается в единичном экземпляре. У него всегда есть какие-то братья, сестры, родственники. И вот как эту линейку собрать, как найти некое графическое звено, которое будет объединять всю эту историю. Вот это тоже такой сложный и важный момент. Это дизайн, который предложила уже даже больше, чем 20 лет назад студия ее программа. И этот дизайн основан на совершенно простом принципе. Есть торт, есть кондитерское изделие и есть его срез и фрагмент снятый сверху. И таким образом мы с вами здесь видим вообще все многообразие продукции. Это становится и рекламой, когда мы все упаковки собираем вместе и превращается действительно в рекламный плакат наподобие того, как это делалось в начале 20 века. Действительно такой мотив и традиция русской вывески здесь перед нами предстают. А с другой стороны, так сказать, это способ вот так фотографически объединить и заодно показать различия всех этих различия во всей этой линейке. И сколько бы мы с вами проектов не взяли, вот как мне кажется, там всегда есть какие-то особенные такие индивидуальные моменты. Их даже как-то группировать всегда сложно. Можно, конечно, сказать, что здесь все сделано на основе цвета, здесь все сделано на основе картинки, здесь все сделано на основе фотографии. Но вот у меня такое ощущение, что каждый раз дизайнер все равно эту проблему отрабатывает по-своему, ищет какой-то свой выход. Это 80-е годы, Австралия, молоко. вот в таком совершенно как бы немолочном, что называется, виде. Единственное, это то, что отсылает к молоку, это, наверное, белое все-таки хотя бы на половине, которое здесь присутствует. Но основной ход графический это типографика. Вот такая вот цветная, яркая, очень стильная. и как мы с вами можем догадаться, собственно, в линейку вот всю эту продукцию превращает как раз работа с геометрическими формами, из которых на наших глазах возникают отдельные литеры. И в моей коллекции вот таких примеров, связанных с молоком, несколько. Здесь вариант финской компании Валю, где они пошли совершенно простым путем, заказали художникам-иллюстраторам картинку, все равно, что могли бы заказать для книжки у коровок. А здесь заказали иллюстрацию для пакета с молоком. И таким образом, каждая коробка, во-первых, выглядит аутентично, по-своему, отличается своим графическим образом, но вместе с тем, есть и объединяющий момент, это бренд. Вот это в определенном месте стоящая марка, текст, опять же, на одной и той же стороне упаковки напечатанный, а часть фасада отдана на откуп художнику. То есть разнообразие с одной стороны, с другой стороны совершенно четкая такая графическая история. Вот это тема разыграна теми же средствами, чьи доктор Стюартс, британское дизайн-бюро Перл Фишер, но здесь присутствует еще и художник. Сейчас вспомню, как его звали, зовут Брэд Райдер, потому что без художника вся эта линейка в общем-то не была бы настолько интересной. Его иллюстрация здесь задает, что называется, тон, становится аллегорией содержимого это раз, а с другой стороны объединяет всю эту историю в такую единую коллекцию изображений. Кстати сказать, есть параллельный еще и цвет, то есть у каждой коробки, у каждого чая, вернее, свой оттенок, и когда эти коробки лежат торцом, вы точно так же можете среди них ориентироваться и, если речь идет о прилавке магазина, собирать какой-то цветной паттерн, как из конструктора. Вот еще, кстати, правильное, хорошее слово возникло. То есть упаковку в рамках магазина, в рамках прилавка магазина нужно воспринимать как элемент конструктора. Что-то из него должно быть возможно сложить. Он должен использоваться как такой универсальный элемент, который имеет какие-то свои различные качества в зависимости от стороны, либо это цвет, либо это какая-то информация, либо это изображение. И, так сказать, вот как бы варьирование этих сторон, которыми он развернут к зрителю, к покупателю, оно должно давать какое-то ощущение такой мозаики некоего все-таки продуманного, как бы некой продуманной системы. Цвет как основа линейки. Вот здесь такая история такая может уже кажущаяся древней и брутальной, но все равно не могу ее не показать, потому что этот принцип как-то с тех пор никто так и не использовал. Компания СИБА, которая занимается фармакологией, в том числе и выпуском, как вы здесь видите, различных девайсов для химических лабораторий. Что они сделали, имею ввиду дизайнеры? Они сфотографировали линейку вот этих колб и агрегатов, которые используются в лаборатории, и представили ее как такой вот универсальную как бы ячейку орнамента. И дальше, в зависимости от размеров коробки, фрагменты этой ячейки увеличиваются, печатаются на крышке, и таким образом возникает и ощущение какого-нибудь цельного орнамента, мозаики в том числе. Но в то же время мы понимаем, что речь идет и о каких-то различных наполнениях, потому что фрагменты в общем-то каждый раз берутся разные. И очень увлекательно всегда выглядит игра с типографикой вот в таком же ключе, потому что здесь сразу вспоминаешь и книжку Эмиля Рудера, и всю швейцарскую школу, идеи комбинаторики, когда эта игра со шрифтом и с типографикой происходит не на листе бумаги, не на экране компьютера, а практически вживую с помощью вот таких объемных предметов. Да, здесь у нас пейзаж получается выстраивается в зависимости от того, какой стороной мы поворачиваем упаковку. Вот еще один вариант пазл. Такой самый примитивный пример с географической картой, но тем не менее мы сразу видим, когда берем один коробок спичек, что он принадлежит именно этой графической системе, и в то же время все вместе они образуют действительно карту мира. То есть здесь собственно в чем интрига заключается в том, что есть некое целое, некое цельное иллюстрации, а мы можем ее фрагменты разместить на отдельных упаковках. И таким образом в каких-то случаях эта иллюстрация будет собираться целиком, как пазл на том же прилавке магазина или вдруг дома, если вы захотите приобрести все ее составляющие. Но в то же время и одна и один предмет из этой серии он тоже будет обладать какой-то своей графической ценностью. Это история такая из разряда студенческих проектов. Сейчас уже не вспомню, как она ко мне попала, потому что это не банки с прилавка магазина, это действительно такой степ над журналом Коммерсант в начале 2000-х, который был безумно популярным и их заголовки цитировали, пытались им подражать, это была действительно целая культура. И возникла вот такая идея линейки под названием Вегистори, где каждый раз к содержимому банки был подобран какой-то хулиганский текст «Помидорам не дали созреть», «Томаты маринованные зеленые», «Клюква покорила капусту», и вся эта этикетка еще вписана в особую форму, которая применяется для таких текстов, обычно в комиксах, которые произносят герои. это некий авторский текст, так скажем, «Перец взял свое». И как вы видите, это тоже некий способ действительно собрать вот такую линейку, но не на основе цвета, хотя цвет здесь присутствует, не на основе графики, а это скорее литература. Собственно, поэтому я этот пример и показываю, потому что в этой области здесь мне больше показать вам нечего, хотя эта тема может быть использована, хотя у нее есть свои такие ценные интересные стороны. И последняя заключительная тема, связанная с тем, какова продолжительность жизни упаковки и зачем она вообще нужна, кроме того, чтобы донести до дома товар, сохранить его в целости и сохранности, прореклонировать и вообще может быть ли у упаковки вторая жизнь. Вот это номер журнала «Как?», опять же, почти 20-летней давности, который очень аллегорически и очень жестко нам демонстрирует собственно куда уходит весь пыл дизайнера занимающегося упаковкой. Там было изображение мусорного ведра. Но как я уже сказала, жанры графического дизайна эволюционируют, никогда не остаются на месте. и поэтому всегда каждая эпоха какие-то свои требования предъявляет и своим способы решения каких-то вопросов предлагает. И всегда есть какие-то такие основные, что ли, такие стратегически важные, насущные моменты. Например, начало XX века, эпоха рекламы. И с одной стороны, упаковка должна была действительно сохранять продукты, красиво его рекламировать, а с другой стороны, посмотрите, мне кажется, уже тогда задумывались о том, как продлить жизнь упаковки. Это упаковка, которая собирается в такой китайский фонарик и становится с календарем. На каждой стороне там свои три месяца, свой сезон. И с одной стороны, действительно, это способ вот так вот заявлять о себе 12 месяцев стоит на столе вот такая штука и постоянно напоминает о том, что самая лучшая кондитерская фабрика, она находится в Петербурге. А с другой стороны, это действительно предмет утилитарный. кондитерские фабрики начала 20 века, они как-то очень четко понимали эту стратегию и понимали, что есть очень много различных способов, как сделать вот эти фантики, вот эти обертки, эти коробки нужными и полезными. Я, по-моему, обмолвилась о том, что если жестянки не выбрасывали точно, значит, их использовали для хранения каких-то мелких вещей, предметов, то конфетные фантики, обертки не выбрасывали так же, особенно, если на них были красивые картинки напечатаны. И вот здесь нужно было действительно понимать производителю спектр интересов, что можно разместить на этих фантиках, на этих фантиках. И картинки, они действительно были совершенно из разных областей. Например, «Шоколад китайской жизни». Там можно было увидеть совершенно разные сюжеты, связанные с этой культурой. Их с удовольствием вырезали, наклеивали в альбомы. Это действительно превращалось в такую своеобразную домашнюю энциклопедию. И серия открыток, которые тоже собирали и как бы для человека начала XX века это было важным, потому что для него это было как бы символом его образованности, его кругозора. То есть это можно было показать, об этом можно было рассказать, продемонстрировать, действительно о том, как техника шагнула вперед. Точно также была серия, связанная и с детскими играми и развлечениями, или, например, серия о русских художниках, где на обратной стороне открытки была биография. Это тоже фактически целая энциклопедия, которую вы получаете бесплатно, просто потому, что вы покупаете коробку конфет, внутри который вложен вот такой лист бумаги. И рецепты это тоже такой древнейший, наверное, способ обратить внимание хозяйки на упаковку, заставить ее воспользоваться какой-то информацией. и здесь все та же самая история, когда упаковка приравнивается к энциклопедии, к книге, считайте. То есть она носит образовательный характер, образовательную функцию выполняет упаковка. Об этом как-то мне кажется сейчас подзабыли, сейчас на первый план вышли такие трехмерные истории, истории перевоплощения коробки в какой-то другой предмет. А все, что связано с введением дополнительной информации, оно уходит куда-то на второй план. И вот как раз подборка, связанная с тем, какие могут быть варианты повторного использования упаковки превращения главные ее в какие-то другие формы. Здесь если речь идет о картоне, то это конечно же 100% перерабатываемое сырье, но вместо коробки у вас остается сумка, которую можно использовать по назначению. Вариант с футбольным полем. Мне кажется с футбольными коробками самая такая насущная тема это детские, детская обувь, потому что во-первых нога вырастает моментально и количество этих коробок накапливается тоже очень быстро, особенно если не один ребенок, а два. Я в свое время через это тоже прошла и все вот эти эковские коробки мы очень хорошо использовали для хранения всякой мелочевки. Но на самом деле об этом же можно дополнительно каким-то образом сказать. Вот здесь мы с вами вплотную подошли к тому, что например в детской индустрии в общем-то упаковка она если речь идет о конструкторах прежде всего она вообще должна быть по определению вечной. То есть она должна быть частью содержимого. И вот то, что вы здесь видите на экране это незаслуженно вообще забытая история, которую когда-то в 70-е 80-е активно использовала дупло коробка, которая по своему формату напоминает папку с файлами мне кажется это в районе А4 формата то есть она вылезает на любую полку и внутри нее у вас лежат детали конструктора и когда она закрыта она имеет вот такой вид а когда ребенок ее открывает и хочет что-то достать то она превращается вот в такого слона то есть на самом деле конструкция совершенно простая и достаточно вечная в общем если ей аккуратно пользоваться здесь вы видите экземпляр которому уже очень-очень много лет здесь собственно бумага уже разрушается просто от света и вот своего состава а так это тара которая прекрасно служила и сейчас в лучшем случае используется пластик насколько я могу судить но вот такие идеи превращения упаковки в некий арт-объект который имеет отношение к идее и теме конструктора к идее этой игры мне кажется такая вещь которая вообще должна быть сама собой разумеющейся в детской упаковке то есть тары как продолжение содержимого если брать офисные такие мелкие гаджеты то один из вариантов это использовать их под органайзеры на столе это упаковка для футболки которая превращается в вешалку в вашем шкафу вот это история на которую я натолкнулась буквально несколько дней назад и лишний раз убедилась что как бы вот эти мои предположения о том куда все-таки должна двигаться упаковка и где вот эта интересная новая зона для вашего профессионального творчества это как раз таки перевоплощение коробки в какой-то другой предмет и действительно компания Samsung выпуская экраны сейчас уже даже не просто экран телевизора она предлагает видимо используя какую-то инструкцию небольшую значит собирать из картонных упаковок либо дома для животных либо такие органайзеры для книг но там вариантов на самом деле много потому что она может превратиться даже в журнальный столик но главное что идея положена это тара которая не должна исчезнуть испариться и как бы быть ненужной это наоборот тара которая становится частью домашнего быта частью интерьера и в завершении хочу показать вам проект Марины Ильиной это если они в этом году закончили значит год назад были на третьем курсе эта группа проект светильника то есть даже сложно сказать светильник или упаковки для светильника все началось с колб с ламп но она настолько увлеклась идеей второй жизни упаковки что в результате представила несколько вариантов как бы и второй жизни этих коробок и их различных конструкций когда сама тара она становится либо подставкой для светильника либо абажуром превращается действительно в объект дизайна и вот мне кажется что все-таки эта стратегия она какая-то наиболее верная хотя бы потому что упаковка это все равно 3D это объем и соединить вот так два дизайна графический дизайн и промышленный дизайн найти их точку пересечения найти какую-то область где они как бы могут быть друг другу полезны мне кажется это здорово это как бы какая-то вообще новая веха в нашей профессиональной культуре и заодно собственно это решает проблему экологии хотя бы на какое-то время пусть это не стопроцентно перерабатываем материалы но это действительно часть вещи часть содержимого но естественно там где это действительно возможно сделать вот